Привет-привет! Мы продолжаем проходить Новый Рейс Фотоливень. Это шестой уровень. Прежде мы откроем эту же стену и вот эту дверь. Собираем здесь броню. Это наш первый секрет между прочим. Берем дробовик. Собираем здесь кое-какую амуницию и пробегаем меня на всех этих ребят, потому что я хочу лучшее оружие. Это супер дробовик вот здесь. Возвращаемся, чтобы добить как и демонов, потому что они будут мешаться. Знаете, летать повсюду и кусать в спину. Так. Ну, вроде все. Отстрелим этих имбов пока что. Там выходит холлайт уже поздоровался. Пока методично всех их выносим. Это было близко. Ну, ничего. Так. Поэкономим только боеприпасы у дробовика. Там импы вылезли. Там за углом еще много ребят плохих. Так. Пойдем их поприветствуем. Откроем их заранее. Манкобус. Отлично. Манкобус по ним попал. Значит они будут драться. А пока что я буду рисовало проводить время вот с этими монстриками. Этих холлаймантов стрелять время от времени. Так. Один уже готов. Так. О! Холлайты вылезли. Они справились уже с манкобусом. Быстро. Так. Ну и это вот. Да что ты. Все отлично. Он мертв. Здесь тоже все чисто. Зайдем в этот, не знаю, адский собор или что это. Здесь несколько пулеметчиков. Отстреливаем их быстро. Вот таким вот образом. Так. Здесь есть выключатель, который нам даст доступ к плазме на винтовке. Убьем вот этого парня заранее. А то он любит делать сюрпризы. И вскроем вот эту стену. Возьмем пока плазму с боеприпасами. Да. Вот за этой стеной есть аптечка с пульками. Мы проходим сюда. Берем боеприпасы для плазмы и немножко высадим холлайт, а потом добьем его из супердобаевика. Так. Хайком и немножко. Так же и с этими. Так. Достаточно, думаю. Итак. Здесь у нас есть переключатели, рядом с которыми аптечки. Так вот. Именно те, рядом с которыми аптечки, открывают стены, за которыми монстры. Если ты не желаешь проходить уровень с максимальным количеством убийств, это можно игнорировать. И нажимать только те, которые аптечками не отмечены. Так вы будете драться или нет? Да, блин. Ай. Ладно, сам все сделаю. Но, тем не менее, у них там спрятаны еще и весьма нужные боеприпасы. Да и в любом случае я хочу и всех убить. Так. Так вот. Переключатели, рядом с которыми нет аптечек, как раз таки позволяют нам двинуться дальше по уровню. То есть этот открывает стены по бокам. А вот этот открывает ту самую дверь. Если вы приглядитесь, то там переключатель, который можно нажать таким образом. Так. И, я надеюсь, да. Очень важно, чтобы арчвайл ушел в первую очередь. А то он будет воскрешать всю эту дичь. Бой тут может длиться бесконечно. Пока у вас боеприпасы не кончатся. Так. Еще хотелось бы, чтобы Манкубус вышел. Потому что, можно его стравить с остальными. Ну, давай, жердей. Ай-яй-яй-яй. Это было неожиданно. Ну у вас нахрен. Добьем Манкубуса. Ленивая задница. Так. Ладно. Откроем вот эту стену. Ой, не тут переключатель. Так. Эти будут драться? Я надеюсь. Ну давайте, ребят, ну. Вау, отлично. Так. Посмотрим, кто выиграет. Это, скорее всего, будет Холлайт. И потом я его вознагружу за рядом дороги. за его победу. Так. Я, кажется, все коробки забрал, да? Скорти еще. Это плохо. Ну ладно. А, вот здесь еще есть, кажется. Ай. Да, вот оно. Так. Откроем вот эту вот стену. Оу, привет. Блин, я запутался. Так, я отступлю пока что. Там, по-моему, Холлайт идет. Да, ну-ка. Так, а... Стоп. Так, что я не собираюсь драться. Странно. Ревенант попал по Холлайту. Ладно. Придется все самому делать, как обычно. Ну, ничего страшного. Так, и это еще не все. Мы можем открыть эту стену. И здесь мы находим табличку. Я чуть позже объясню, что это за табличка. Зачем она нужна. Скажу только, что на карте их три. Если их желательно нажать. Ау. Так, здесь вроде все прибрано. Выходим сюда. Так как у нас уже есть... Хотя... Секунду. Здесь есть аршивайл. Так. А вот тут у нас еще один секрет. С бензопилой. Но будь осторожен. Хе-хе-хе-хе-хе. Сразу до двухтового попилить. Наверное, это единственное место, где я буду использовать бензопилу. Так. Этих ребят мы пока пройдем мимо. Бензопилу. Открываем дверь. И здесь нам пока что нужен только гранатомет. Он спрятан вот здесь. Его охраняют манкубуксы и пинки со спектрами. Быстренько их уничтожаем. У нас теперь есть гранатомет. Он нам пригодится сейчас. Так. И... Наверное, я заранее расстреляю эти черепушки. Сейчас мы сюда еще вернемся. А пока что я хочу сходить в... Ай! Блин. Ладно. А пока что я хочу сходить в секретное место. Так. То есть вот сюда. Здесь мы поубиваем спектров внизу. И гранатомет я взял как раз вот для тех ревенантов противных. Так вот и все. Здесь у нас есть пазл некоторый. Нужно нажать эту кнопку. Потом эту кнопку. Так. И еще раз. Вот эту кнопку вторую. Чтобы поднять вот эти вот колонны. Ай! Добиваем хонлайта. Ничего страшного, если мы получим урон, потому что здесь есть берзерк. Так. Я думаю, мы расстреляем немного импов. А пинки. Побьем. Да и импов тоже оставшихся. Блин. Те ребята мне, конечно. Ладно. Потом я не займусь. Те. Да, кстати, здесь тоже супер дробовик валяется. Те. В принципе, с самого начала можно сюда прыгнуть, забрать его и... Да ну! О! И выйти наружу. Так. Здесь нам нужно нажать только этот переключатель. А потом... Ой! Там, собственно, вот этот вот. И один раз. Второй. Нажимаем вот эту. Нам открывается стена. С еще одной табличкой. А, я так и не показал, где они, да? Попробую ревенант этого выцепить. Блин. По-моему, я трачу просто очень много ракет. Ну, я просто хочу, чтобы он был мертв. Мешаться будет. И так, выходим обратно. Здесь есть лестница. Такая вот. Так вот. Вот те самые таблички. Ой-ой-ой! В общем, нажимая на те таблички, которые спрятаны в секретных местах, мы открываем вот эти вот стены. Нужно нажать на все, чтобы получить доступ к кое-чему особенному. Так, выпускаем плазму в этих тихтелек. Расстреливаем челепушек, которые породили эти чудовищные существа. Да что б тебе. Вот так. Так. Собираем здесь ракеты. Прыгаем сюда и... Пускаем их в макубусов. Дальше идем вот сюда вот и расстреливаем кокодемонов. Там еще один прячется. Теперь нам нужно упасть вот сюда. Здесь мы находим радиационный костюм. Берем его и... Так, вот это надо взять. И бежим вот сюда вот. Но здесь надо быть осторожным, потому что вот эти ребята. Все, это последняя табличка. Теперь бежим наверх. Дебуман кубус. Забираем здесь все, что плохо лежит. И здесь есть синий череп ключ. Я бы его рекомендовал брать после того, как ты завершишь все, что хотел на уровне. Потому что взяв его, мы обнаружим, что в стартовой локации появится очень много монстров. Мы прорвлись сюда и забираем BFG. Пустим пару зеленых шариков. Так. Я, пожалуй, сбегаю еще за батарейками. Никуда не уходите. Ага. И... Добиваем этих ребят. Не самое эффективное использование BFG, конечно, с моей стороны. Ну да ладно. Отлично. Но это еще не все. Там, если помните, в пещерах еще была синяя дверь. Из-за которой есть, знаешь, последние секреты несколько монстров. Но я потому сначала сбегал в стартовую локацию, потому что там может... Могут монстров стать как угодно. Происходи все, что угодно. И не могут вас просто не пропустить в BFG. Поэтому я решил не рисковать и прийти сразу сюда. Отлично. Собираем здесь ракеты и открываем эту стену. И здесь, последний в нашем случае секрет, это карта. Ну и, собственно, все. Не понял. Там кто-то жив остался? Там может быть только черепушка какая-нибудь. Они, конечно, не считаются как убийство, но я хотел бы быть уверенным. Так, секундочку. Лишнее убийство это арчвейл кого-то воскресил, судя по всему. Вот, а так... Ну а кто-то может быть кроме черепушек-то? Да, это скорее всего, когда Payne Elemental взорвался, иногда происходит так, что они... Что черепушки, которых они порождают при взрыве, проваливаются сквозь стены. Ну да ладно. Будем считать, что это именно так. Да. Здесь все чисто, там все чисто. Будем надеяться, что это именно черепушка, потому что они не считаются как убийствами. По сути, клевать на них. Ну что ж, используя синий ключ, мы выходим на выход и... Да, все убийства и все секреты. Ну, я не знаю как тебе, а я просто обожаю этот уровень. Дело в том, что вот его вся архитектура и все как он построен, он позволяет проходить себя разными способами. Даже так, то есть можно сразу вот прыгнуть в эту пещеру с секретным супер дробовиком и вот этим вот пазлом с колоннами. Можно пробежать дальше туда вот в этот собор адский. Можно наоборот аккуратненько и медленно расстреливать. То есть я же лично для себя выбрал вот такой вот метод прохождения. Ну, более веселого на мой взгляд. То есть я сначала прибережал, за дробовиком потом вернулся и так далее. Этот уровень можно проходить по-разному и... Он массивный, бои классные. И тут теряться даже негде. То есть он вот настолько вот хорошо построен, что... Я не знаю, у меня один восторг. Это вот, пожалуй, мой любимый уровень в No Race for the Living. На втором месте вот пятый, предыдущий. Но он мне нравится больше чисто за счет архитектуры, за счет того, как он построен. Но вот здесь прям шикарно все. Да. На улице адская жара. Это даже немножко подходит под... Под дул. Именно. И ощущаешь себя прям в аду. Жарко невозможно. Но очень скоро обещают дожди. Я надеюсь, что хоть немного моя производительность подрастет. А то я что-то давно ничего не записывал. Ну, в общем, ладно. Спасибо за просмотр. И... Всего хорошего. Не болейте. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...